привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть в обливе сразу хочу сказать что у меня последние пять минут не записались поэтому я вынужден начать сначала мы закончили в предыдущий раз на входе в эту крепость но сейчас я маленько пробрался вперед взял этот меч удоедра который как вы помните начал за нами гоняться в конце предыдущей серии то есть по сути вы ничего не потеряли но тем не менее приятно да ладно пробираемся дальше по этой непонятной башни а забыл сказать мы там нашли человека который сказал нам что наверху этой башни есть сигильный камень именно он является ключом к отключению врат по бливин то есть из-за бливина всередил по сути мы сейчас идем туда сейчас я вам покажу где находится этот парень и как это все происходило просто потому что ну надо вам показать это а потом я вам обещаю будет очень много боли просто потому что здесь враги они как минимум два раза сильнее меня все но по большей части они сильнее просто в разы поэтому тут либо стелс либо смерть в принципе нормально не впервые так офигенное место вообще очень крутое очень красиво но я очень не рад что мы тут находимся на какого черта есть так подумать да наш герой чего вызывался в лидеры наш герой вызывался в герое герой вызывался в герой какая-то талагия но по сути здесь мы имеем скажем вот такое это и вот тут наверху сидит товарищ который собственно рассказал нам об этом камне и сказал что все очень плохо есть хранитель ключа и он довольно мощный так что шансов у нас не очень много сам он уходить куда не хочет ему и тут нормально а мы двинемся вперед вот собственно и все так это полежит булава вот этого товарища не брать не стал потому что мне девать некуда а меч вот это я прикарманил потому что клинок горе он не сильно бьет по урагам а плотную подобраться чтобы в талсе их ударить я не могу потому что стелс пока что не настолько хорошо прокачивается скрытность моя так паучиха который мы убили блин казалось прошло пять минут столько событий что кажется что я не знаю трупы кругом лежат да но короче говоря что я хотел сказать нам нужно каким-то макаром попасть туда наверх и там наверху у нас ходит кто-то серьезно а ну да красовой от ранах и вот как мне с ним быть я честно говоря не представляю потому что он ну давайте попробуем пролезть мимо него или как-то там я не знаю может пробежать мимо него потому что драться с ним он нас двух ударов по лошаде твою мать тихо я надеюсь получилось хотя здесь конечно у врагов неприятная привычка они могут бегать за тобой вот так вот допустим нет это была плохая идея и сейчас мы прибежим вот допустим сюда да все нам хана что это где-то наказанный ой мне хана в общем я обещаю в этой серии более будет предостаточно хватит о хватит на очень много силе посмотри что пришло и так все было плохо еще ты пришла до так теперь вроде справились с этим совсем я хочу их убить всех конечно и не уверен что это целесообразно то есть по моему проще от них сейчас убежать здесь получится конечно я бы сохранился но хотя давайте страниц почему нет то если что у нас есть авто сохранение на выходе кто-нибудь где-нибудь видит хозяина этого камня тихо ты одна или вас двое там я не пойму план давайте для начала разберемся ох ненавижу эту тварь так и что мне делать прикажите я знаю хотя она скорее подлечится чем нет маленькая противная погонь так ладно атронахи вроде всякие не полезут сейчас мы подлечимся пойдем в атаку блин она еще одну такую же создала что-то как-то тут да свалит и по на мать этих твари может не зелье какой примешиво на меня так не где от меня так что может быть нужно возможно но это я думаю не то море куда я ты тоже самая лучшая идея короче надо в атаку идти потому что иначе она нас просто прибьет но в атаку идти тоже чревато в принципе выбросова нет а либо так так сразу подлечимся потому что не вампир поэтому больше нет не нужно если с этой дряни да блин хвост вот эти вот подсиралки мелки но а механа я я не справлюсь уже это точно давай хоть хванем это перед погибелью да я был близок я справлюсь я справлюсь в следующий раз сейчас это маленькую погонь казалось бы я отхожу но нет все равно успевает скотина так да блин я же ох офигеть ну как то так не знаю на самом деле что мне это даст потому что что-то как-то мне здесь не уютно потому что блин меня просто рвут в куче я хочу идти отсюда хорошо попьем крови мы умеем так где-то здесь страж нет здесь очередная паучиха это даже не смешно отвяжитесь от меня пожалуйста придем себя просто так она тут а мы сюда валим блин валим это это за мной погоде что ли ребята я просто хочу свалить я не в состоянии своего драться бросите меня пожалуйста где тут ваш камень я не хочу выключить я хочу убежать и мне будет нормально ну конечно кто же даст конечно просто попытаемся свалить потому что вы знаете это кто был этого не надо не надо этого вот так ой дурак что ли ой бежим бежим ой я спасся что ли ой только если так я больше не хочу в обливин тут все плохие мне удалось закрыть врата забрав сигильский камень служивший им своеобразным якорем нужно сказать совля но матюсу что путь в коч теперь открыт извините но обосраться теперь увидели как не там стучали это это явно было не к добру так меня давно не избивали такие моменты я простую иску дня жизнь да я еще в начале помните как попали только в обливин говорю наверное мне так легко тут потому что я сюда пришел не сразу после начала игры конечно так кому там что сообщить здесь у нас стража с невидимое нужно поговорить да ой это самая попа разрывающая серия в мире врата закрыты я знал что ты сможешь это сделать это наш шанс начать контратаку пойдем с нами у тебя значительно больше моего опыта чего не давайте разбирайтесь так мы выступаем вместе я могу подождать но и долги вы должны действовать быстро пока враг не успел забаррикадировать городские ворота меня чуть не убили мужик мне нужно время на подготовку чем дольше мы ждем ой да замолчи уже тебе лучше поторопиться это наш единственный шанс вывести выживших из часов ну и чё и где мне достать припасы у меня нет припасов для того чтобы выступать ну хорошо сейчас я подлечусь могу я скажем поспать вы мне дадите часиков 7 это ждать конечно хотя бы жизнью становится так вот 7 утра ну здесь не полегчало хорошо давай выступать раз выбор у нас все равно нет наступая не мере придем с полной силой сто лет бы ваш квач не видел втянулся в какое-то непонятное дело ладно хоть выбрался я думал мне вообще просто край но в итоге получилось что-то там уже из последних силы рванул мы вошли в коч савлен его люди и я теперь нам нужно очистить южную площадь чтобы можно было вывести тех кто схоронился в часовне давайте-ка как-нибудь этот все окончится здесь а я по стелсу буду сами там разбирайтесь нормально по крайней мере зачистка у нас таких проблем я смотрю не возникает но с другой стороны но с другой стороны это что такое пришел с другой стороны это самые обычные слабые враги все-таки так пусть они там пока бодаются я буду собирать все что мне нужно это все что по мне так проще вот такие штуки собирать ээээ вы своему всю задницу уже скололи стрелами не улыбало я полез так они и мне то же самое с моей помощью савлену матью своего людям удалось захватить южную площадь нужно поговорить с ним о дальнейших действиях савлен и застрел так подожди а почему бы мне и наборовать у него одежды упс кто-то сделал мы уничтожили этих ублюдков теперь можно спокойно выводить людей из часовни пойдем внутрь нужно убедиться что с ними все в порядке это только начало битвы за квач мы обсудим наши дальнейшие действия после того как гражданские будут в безопасности окей посмотри на его спину так хорошо еще что тут у нас в принципе так понимаю можно идти к мартину ты посмотри да офигеть просто мозги наружу да пойдем часов но пойдем я смотрю ты идешь на силу отбили закладывай солдат сер мы единственные кто остались берег и не я и гражданские это все больше никого не осталось были и другие сэр но они отказались оставаться здесь мы пытались убедить их что это опасно но они все же ушли думаю они все погибли хорошо площадь перед часовни очищена от дейдра этих людей нужно отвезти в безопасное место немедленно проводи их к лагерю он к югу отсюда но сэр я хочу участвовать в сражении не волнуйся солдат как только люди будут в безопасности немедленно возвращайся сюда нам понадобится каждый меч предстоит еще много сражаться сэр есть сэр гражданские люди теперь можно выходить отсюда пойдемте так мартин стой я задавал себе вопрос вернешься ли ты должен признать у меня были сомнения относительно правдивости твоего рассказа мартин мартин если я такой пережил я тебя просто уже начинаю ненавидеть надеюсь ты того стоишь пойдем со мной в приорат вейнон говорят тебе удалось уничтожить врата обливиона ты приносишь людям надежду благодаря тебе удалось потеснить дейдра да я пойду с тобой в приорат вейнон узнаю что хочет сказать мне джоффри веди ну слава богу так надо валить из этой дыры потому что тут все очень плохо вообще хорошо бы тени грива а еще лучше бы ты идешь а еще лучше бы быстрым перемещением просто к этому вейнону так мы и поступим сейчас наверное потому что охота узнать что же там по сюжету дальше в принципе не так далеко но и не близко вот этот город он пока что для меня самый родной мы в нем уже столько всего сделали опять эти люди опять эти люди бей его мартин за катоши так хорошо где второй какого черта тут вообще происходит мартин мартин ты со мной япона мать всех наших поубивали ну его золото мне пригодится на приорит на приорат вейнон напали мне нужно найти и защитить джоффри однако нельзя забывать и о безопасности мартина давай давай что это вообще за организация зачем она все это делает клянусь кровью богов они явились будто из ниоткуда где грандмастер джоффри я не знаю где он нужно посмотреть в часовне пошли пойдем надо маленько ближний бой качать джоффри кс ух спаде как они разбери это вообще плевать он на свои волне хорошо спасибо С возвращением! Слава Талосу! Они напали на нас без предупреждения. Я молился в часовне, когда услышал крик Приора Мабареля. Я еле успел вооружиться. Амулет королей! Боюсь, именно он был целью этого нападения. Я хранил его в секретной комнате в жилых помещениях Приората. Нужно проверить, в сохранности ли он. Я пойду проверю. Мы пойдем вместе. Но я опасаюсь, что случилось худшее. Так, ты без меня-то? Господи, я хотел маленько осмотреться здесь. Ну ладно, побежали, ты его убьют сейчас. Боюсь, враг пришел сюда за Амулетом королей. Оставь меня в покое. Смотри, какая катана клинков. Так, ну что? Да. Они забрали его. Амулет королей пропал. Отлично. Враг каждый раз на ход опережает нас. Мартин найден. С ним все в порядке. Значит, удача еще не совсем отвернулась от нас. Слава Талосу! Мы обрели наследника Уриэля и потеряли Амулет королей. Мартину нельзя оставаться здесь. Мы отразили нападение, но они вернутся, как только узнают, что Мартин выжил. А они узнают. Где, Мартин, будет в безопасности? Нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности, учитывая, какие силы нам противостоят. Но мы должны попытаться выиграть время. Хотя бы храм повелителя облаков, я думаю. Тайная крепость клинков в горах неподалеку от Брумы. Несколько человек способны оборонять ее от целой армии. Мы должны отправляться туда немедленно. Хорошо. Мы должны отправляться в путь. Я не успокоюсь, пока Мартин не окажется в безопасности в храме повелителя облаков. Продолжим путь к храму повелителя облаков. Я еще ни разу не спал в кровати с тех пор, как на Квач было совершено нападение. Следуй. Чем быстрее мы доберемся... Так, хорошо. Нас ждет долгая дорога. Но пока что, я думаю, это все. Эта серия была просто больна. Польна боли была. Враги били нещадно. И... То есть, конечно, вот как я и говорил недавно, что, мол... Хорошо, что уровень врагов не прикреплен к нашему. То есть, у каждого врага свой уровень. Можно найти как очень сильного, так и очень слабого противника. Вот сегодня мы это познали в полной мере. Не могу сказать, что я этому рад. Но, по сути, все равно так гораздо честнее, по-моему. То есть, в плане геймплея. Другой стороны, что случается. И вот такие вот накладки. То есть, временами играть очень сложно. Но, тем не менее, мы справились. И сейчас нам нужно отправляться вместе с нашими, судя по всему, друзьями. Безопасное место. Сюжет в игре пока что очень радует. Он очень крутой. Блин. Было смешно, как мы разобрались с этим камнем сигильским. Ну, в общем, такие дела. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok